Добрый день, уважаемые друзья! В эфире ПЛН-ФМ, программа Автомир. Вы нас можете не только слышать, но и видеть на канале YouTube ПЛН-ТВ, а также ВКонтакте. Там же вы можете реагировать на все происходящее, писать свои замечания, вопросы, и на них мы всегда стараемся ответить, ну или передать тем, кто на них ответить может. Итак, Автомир. Уже, надеюсь, вы смогли видеть несколько наших передач и знаете о том, что мы не застреваем в каких-то одних форматах, мы выезжаем на место событий, там, где автомобили продают и там, где их эксплуатируют. Говорим, как со специалистами, которые продают автомобили. А сегодня решили зайти немножко с другой стороны, потому что одно дело, да, профессионалы-специалисты, всякие, как говорится, кулик свое болото хвалят. Мы это знаем, ничего там плохого, конечно, нет. Но все-таки на кого рассчитана вся автоиндустрия? Да, конечно, на автовладельцев, которые эти автомобили покупают, эксплуатируют. Ну и, собственно, могут делать какие-то выводы именно те люди, которые не просто пришли и посмотрели со стороны на машину, а которые ее поэксплуатировали. И вот поэтому у нас сегодня в студии Дмитрий Грибанов. Спасибо большое, Дмитрий, что согласился прийти, потому что хоть и китайских автомобилей с каждым днем на наших дорогах становится все больше, у многих страхи, как говорится, не проходят до сих пор. Не все еще успели поэксплуатировать машины из Поднебесной. Поэтому, собственно, интересно поговорить вот с тем человеком, который уже на этой машине поездил, смог ее оценить и может, самое главное, что-то о ней рассказать. Мы говорим о автомобиле Джили, Кул Рэй, да, все, я ничего не путаю. Сколько времени назад вот приобрел автомобиль? Так, ну, я приобрел автомобиль в июле этого года, в конце июля. То есть я езжу на нем, ну, 4 месяца получается, 5 месяц. Вот, наездил я примерно около 5 тысяч, вот так. Ну, в основном это город, ну, летом была природа. Вот, и... В разных условиях. Теперь уже и зима, да? То есть уже и снежок пошел. Ну, как раз было время присмотреться к автомобилю. Ну, если по порядку. Пришлось ли ехать куда-то в другой город за автомобилем или здесь все получилось? Получилось все здесь. Мы, вот, покупка была как бы согласована, но семейная покупка. Мы рассматривали только наши салоны нашего города, нашего города Псков, потому что большие города там привлекательные цены, но все-таки, зная, что репутация маленького города, она, ну, как бы, очень дорого стоит. И мы были спокойны, что мы купим. И были люди знакомые, кто работает даже в этом салоне у нас. То есть в этом плане мы были спокойны. Ну, и, конечно, мы смотрели, выбирали машину. Акцент был только на новый автомобиль, потому что права у меня хоть и очень давно, но я долго очень не ездил. Своей машины у меня не было. Была машина в семье у родителей. Это был старенький Форд, вот, на механике. Собственно, я с ним и сравниваю. Но у меня много знакомых. Работа была связана с переездами. Я примерно так знаю по отзывам, что, как, вот. Но по каким критериям выбирали автомобиль? Вот как раз интересный момент, что говорите о том, что такое консолидированное решение принимали, да? Значит, были какие-то у каждого члена семьи, предполагаю, запросы, которым, вот, нужно было соответствовать. Вот какие критерии были в выборе машины? Ну, во-первых, чтобы машина была новой и на гарантии. Чтобы, как говорится, я капот открывал только приезжая в сервис. Вот. Это, чтобы я не боялся, если я покупаю вторые руки, это, как бы, я буду волноваться, что... Кот в мешке. Кот в мешке, что что-то где-то у меня, и я как вот это, и это будет темный лес. Поэтому лучше это будет гарантия. Я в этом плане спокоен. Потом это автомат мы рассматривали. В городских условиях он очень удобен, тем более я давно не ездил и попробовал на механике, понял, что это все-таки то, что я делал в 20 лет, что сейчас вот у меня другой возраст, вот, совсем уже другое распределение внимания, и мне проще на автомате. Да, в принципе, зачем, да, если уже придумано гораздо более удобное устройство. Совершенно верно. Так, еще. Ну, и цвет машины тоже, вот, хотя были сомнения, вот, ярко-красный цвет, но я тоже, как бы, сказал, пусть она будет заметной на дороге, вот, чтобы меня видно. Ну, и, как говорится, я уже там повторялся, вот, что красный цвет, это красный цвет, это вот у Феррари, это визитная карточка, поэтому я даже, как бы, горжусь. На мой взгляд, здравое решение, потому что порой, когда видишь там люди в угоду, ну, какой-нибудь металлик цвета асфальта, вот, в наших условиях, да, ну, можно сказать, из-за этого можно только и пострадать, потому что кто-то не увидит и с точки зрения пешеходов, в общем, на мой взгляд, я вообще приверженец, честно говоря, смелых цветов, и всегда грустно, когда, ну, вот, есть такой стереотип, стереотип, что машины должны быть там и только черные, и синие, там, какие-нибудь темные, белые, и я всегда, вот, приветствую тех людей, которые этот стереотип ломают, и мне кажется, ну, это хорошо, ничего в этом, так сказать, минусов нет никаких, а плюсы очевидны. Хорошо, вот кузов, например, Coolray, это для тех, кто знает, а знают уже этот автомобиль многие, это как бы, это считается универсал, да, наверное, не универсал, но вот однообъемник, это тоже была принципиальная история? Да, хотелось вот именно такой кроссовер, что вот ребенок у нас, и чтобы вот высокий, ну, клиренс там, такой очень там, я не помню, 18 или 19, вот, и багажник очень вместительный, вот, поэтому рассматривался именно такой компактный кроссовер, небольшой, потому что наши дворы, наши парковки, и, допустим, ну, я ничего не хочу сказать против Tugel, я уже на нее смотрю, но, ну, она, конечно, больше и шире, и вот парковаться у меня на Coolray очень компактно, и я спокоен, что я там не мешаю никому, потому что во дворах каждый, можно сказать, нет, сантиметры важны. Согласен, опять же, как я понимаю, удачное сочетание, вот этот сам кузов, он при необходимости позволяет, да, при сложенных, особенно задних сиденьях, ну, приличные грузы перевозить, то есть, если уж что туда не влезет, да, значит, уже грузовичок надо заказывать, но это, наверное, не такая частая история, предполагаю, что любые там вещи на дачу перевезти, ну, практически, можно любые там техники, да, хорошо, ну, вот, значит, выбрали, посмотрели, знакомство состоялось, вот о впечатлениях теперь поговорим, что, значит, сбылось, что не сбылось, были ли какие-то страхи, вот, все равно же еще, ну, по китайцам, до сих пор люди часто переживают, тут что-то неведомое, что-то ужасное произойдет, что произошло? Ну, я уверен, что эмоции у меня как и были положительные, так и останутся, потому что я, когда я сел в эту машину, и было волнение, понятно, это нормальное, была тревога, но она настолько, она послушная, настолько вот эти три режима, которые я использовал сначала, вот этот режим эко, когда машинка вообще, она легонько трогается, останавливается, когда я нажимаешь, вот газ, она едет, не нажимаешь, нет, там я включаю автохолл, допустим, потом я перешел на вот этот режим комфорт, когда она, ну, режим спорт есть тоже, для трассы я его испробовал, он очень хорош, он... Бодренькая она, да, 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 он говорит, что хорошо, машина двигается. Очень она, с пробуксовкой очень хорошо, ну, если трогаться, вот, ну, дергается, конечно, а вот на трассе, да, при обгоне, я очень уверен, и она настолько, вот, мобильна, настолько... Очень хороший градус поворота мне тоже, товарищ меня попросил, он говорит, ничего себе, какая она у тебя, это просто она вот настолько послушная, где надо, она очень едет быстро, где надо, вот, тормоза, все, хоть там, я там смотрел в YouTube, что кто-то говорит, что тормоза нет, тормоза очень хорошие, мне тоже говорили люди, которые тоже пробовали, попросили проехать, что, как они у тебя, ну, резко, что надо привыкнуть. Сейчас я настолько уже, я знаю уже машину полностью, вот, я знаю, на что она способна. Первая зима вот была, да, вот, я зимой не ездил никогда, и был страх выехать, вот так вот забуксовать, все-таки привод передний, но он очень хорошо трогается, мягко, и ни разу не было проблем, хотя я думал, что иногда, что тут они могут быть, нет, машину все, он вытягивает, вот. Ну, мне кажется, вот это сейчас вообще, это же надо сказать, что самый популярный формат, кроссоверы, они последние годы всех марок, так сказать, лидируют в предпочтениях, и этому есть действительно, в общем-то, обоснование, что не всегда нам нужен, мягко говоря, какой-то мощный внедорожник рамный, который там может по болотам проходить. У нас такие унитарные у всех, вот сейчас мы видим по снегу запросы, ну, нужно преодолеть достаточно там какой-нибудь высокий, относительно высокий бруствер снежный, где-то запарковаться, пройдя там поребрик, не касаясь дверями, и вот этого, как я понимаю, как раз высоты Кулерея вполне хватает, да, опять же, ну, в болото редко мы в городе паркуемся, то есть, чтобы стронуться и выехать вот с какой-то сложной поверхности, как я понимаю, всего хватает, да, вот электронные всякие помощники, к ним тоже бывают отношения по-прежнему двояко, есть такие староверы, которые говорят, нет, только механическое переключение шестеренок меня устроит. Насколько я знаю, Кулрей, и вот когда с ним знакомился, много всего там, много, вот из того, что понравилось и пригодилось, вот можете сказать? Так, ну, Портроник, это понятно, вот. С круговым, да, обзором? Да, с круговым, да, да, ну, у меня комплектация, где нету автопарковщика, но я это, ну, мне это пока, да, мне это уже не надо, хотя вот думал, что она есть, но потом что еще, ну, то, что автоматически включаются фары, эти дворники тоже, вот они вот сами, потом всякие предупреждения, чтобы я не забыл габариты выключить, вот, обогрев я вот с ключа завожу, вот я выглядываю, выставил все с вечера, у меня машина тепленькая, все прогрело, стекло, поэтому... Удобно, да? Очень удобно, да, вот, ну, все нравится, вот даже подсветка, где как все расположено, все на руле, все переключения, вот, скорость, это круиз-контроль, вот эти все. Тут, наверное, стоит напомнить и не стоит забывать о том, что Джили, чем еще интересно? Тем, что вот это вот объединение, а вернее, покупка Джили Вольво, Джили купила Вольво в свой момент, это, ну, на мой взгляд, несомненный плюс, потому что Вольво, собственно, одна из вообще марок лучших в мире, да, зарекомендовавших себя многолетней историей позитивной, и все эти наработки, и даже, насколько я знаю, включая инженеров, которые работали на Вольво, теперь работают, по сути, на Джили, и все самое лучшее, а теперь еще и прогрессивное, вон, как мне специалисты показали в салоне, оказывается, в Маджаро, это вот флагман Джили, там есть электронные такие системы, которых нет в самом Вольво, в XC90, с которого, вроде как, брат его, да, старший, то есть и здесь, как я понял, такая же история, много очень современных систем, которых, ну, в общем, даже и не встретишь в других автомобилях, других марок, что по, хочется узнать, как всегда, вот опять же, плюсы нового автомобиля, это вы сказали, гарантия, обслуживание, что с этим, приходилось ли уже делать ТО, дорогие ли запчасти, вот, что будет, ну, в случае, вот, во-первых, какая гарантия, и, ну, как планируете, насколько вам ее хватит. Ну, так, по статистике, так, по, я вот езжу, ну, заметил, в месяц где-то тысяча у меня получается, вот, город, первое ТО было нулевое, я прошел после, ну, полторы где-то, вот, ну, там замена масла, все посмотрели, ну, все отлично, вот, теперь ТО будет на 10 тысяч, или, там, я забыл, через эти полтора года как-то, вот, и так, ну, я планирую по максимуму на этой машине ездить, потому что на что-то... А сколько вообще гарантий? Пять лет. Пять лет или сто тысяч, или сто пятьдесят, по-моему. Да, как-то вот, или сто, или сто пятьдесят. Сто пятьдесят даже, если не ошибаюсь, кстати говоря, и гарантия в этом смысле серьезная, еще несколько лет назад, ну, очень мало производителей такую гарантию решались давать, это, на мой взгляд, в том числе показатель качества, ну, то есть, если бы это производителю было невыгодно, ну, не давали бы, в общем, такую гарантию, потому что имели бы финансовые неприятности. Раз они на это готовы, значит, автомобиль к этому тоже готов, надо полагать. Ну, Дмитрий, мне кажется, что вот реально, как автолюбители, рад за вас, и всегда приятно, когда ожидания совпадают с реальностью, и действительно уже удалось вам поэксплуатировать там и летом, и осенью, и зимой, и, как я понимаю, всю поддержку, в том числе от салона РРТ, где покупали автомобиль, вы получили, да, у вас там теперь идет история, вы знаете, потому что автомобиль был новый, что никаких неожиданностей, сюрпризов он вас не предоставит, но если только вы сами их себе не создадите. Поэтому спасибо большое за беседу. Хотел добавить еще такую фразу, вот я всегда говорю всем, Джоли Кул Рей ездит лучше, чем она выглядит. Да и выглядит неплохо. Вот, а ездит еще лучше. А ездит еще лучше. Ну что ж, на этой знаковой фразе предлагаю наш сегодняшний эфир закончить. Друзья, это была программа «Автомир». Мы еще не раз встретимся, поговорим об автомобилях и обо всем, что с ними связано. У нас в гостях был Дмитрий Грибанов, владелец автомобиля Джоли Кул Рей. Вы сами все слышали. Если хотите убедиться в этом лично, приезжайте, приходите в Пскове в салон РРТ. Вам все покажут, расскажут и наверняка вы останетесь довольны. Спасибо большое. До встречи на ПЛНФМ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok